Добрый вечер! На Мясницкой, 21, в доме в Хутемаса, где происходило огромное количество невероятных встреч и событий. Они встретились там, и Александром Лобасовым именно там было создано большинство произведений его так называемого «золотого периода» 20-х, 30-х, 40-х годов. Раиса же Идельсон прожила в этом доме до конца своих дней. Там родился их ребенок, была любовь, и вообще было много безумных событий этого 20-го века, которых вы можете прочитать в книге «Раиса Идельсон. Безмолвный поэт». И немного сказано об этом и в художественном альбоме Александра Лобаса. Издания эти вышли в свет благодаря работе фонда, который был создан семьей художника. Но хочется сказать про первую книгу, про альбом Александра Лобаса, который не увидел бы свет, если бы не многолетний труд моей мамы Раймонда Лобас, которая здесь находится в зале. И она собирала по крупицам и архивы Александра Лобаса, и архивы потом Раисы Идельсон, которые находились в разных местах, потому что жизнь героев наших развела. И благодаря ей, благодаря ее многолетним стараниям, и вторая книга «Безмолвный поэт Раиса Идельсон», об этой книге мечтал и мой отец Юлий Лобас, который был сыном Александра Лобаса и Раиса Идельсон, тоже увидела свет. Поэтому нас не было бы здесь, этих изданий не было, если бы, конечно, не мама. Огромное тебе спасибо. Ну и все люди, которые нам помогали. И я попозже скажу еще про книгу «Безмолвный поэт». Ну вот, например, альбом Александра Лобас для нас писал статью «Увидите Юрий Злотников», замечательный художник, его, к сожалению, с нами уже нет, но он знал дедушку лично. И в этой книге есть этому документальное подтверждение. Она содержит фотографии Игоря Пальмина. Она, кто знает художественный мир, знает его как известного, знаменитого фотографа, который документировал всю жизнь, художественную жизнь второй половины XX века. И мы ему очень благодарны. Он жив, слава Богу, уже пожилой человек. Вот. И первую книгу, которую мы хотели бы сегодня представить, это художественный альбом Александра Лобаса. И представит ее Нелли Рустаева, член Союза художников, искусствовед и специалист искусства, советского искусства XX века. Спасибо. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, мне хотелось бы, конечно же, прежде всего рассказать об альбоме. Несколько слов. Вообще всегда отрадно, когда выходят такие потрясающие книги, посвященные художнику, с фантастическими иллюстрациями, с невероятного качества репродукциями. Этот альбом сам по себе произведение искусства, на мой взгляд. Потому что то, как он сделан, качество печати, тот подбор иллюстративного ряда, и вообще те работы, которые здесь представлены, долгое время были неизвестны широкой публике. И этот альбом в полной мере восполняет вот этот пробел. И Александра Лобас – то имя, которое хочется кричать, о котором хочется много говорить. Тот художник, о котором хочется, чтобы знали очень многие. Дело в том, что вот здесь я подобрала такие прям совсем-совсем хрестоматийные работы Александра Лобаса, но произведений этого художника невероятно много. Они все разные. Даже вот в этой подборке это заметно. И когда мы говорим про Александра Лобаса, мы, конечно же, всегда употребляем такие эпитеты, как движение, скорость, прогресс, научно-технический прогресс, 20-й век, потому что действительно этот художник невероятно точно, невероятно тонко демонстрировал в своих произведениях вот тот бурный 20-й век, который он так остро чувствовал. А главное, что все чаще и чаще слышны вопросы такие, они немножко риторические. Можно ли Александра Лобаса относить к художникам соцреализма? Является ли он художником соцреализма? Ведь он работал в советский период, это же советское было искусство. И вот приходится доказывать, рассказывать и говорить о том, что вот тот соцреализм, который возникает как ассоциация, когда произносишь этот термин, я не знаю, портреты пролетариев, вождей, индустриальные стройки. Александр Лобас тоже советский художник, но у него как бы реализм свой, совсем-совсем другой. Он не похож на тот соцреализм, который по праву, в общем-то, считается соцреализмом. Этот художник никогда с такой, знаете, дотошностью или протокольностью, он никогда вот с этой документальностью и инженерной точностью не изображал все те потрясающие конструкции, летательные аппараты, поезда, машины, автомобили. Никогда этого не было, это всегда было его впечатление. Поэтому, наверное, в полной мере можно называть Александра Лобаса таким советским импрессионистом, потому что и колористически он, конечно, абсолютно созвучен, и восприятию вот того самого XX века, который он так остро чувствовал. И вообще сохранились его воспоминания. Их можно почитать, они невероятно фантастические, потому что они передают дух времени, они передают дух эпохи. И Александр Лобас абсолютно как бы своими произведениями иллюстрирует эту эпоху, такую разную, такую сложную, такую многогранную, такую многослойную, я бы сказала. И, конечно, то те произведения, которые мы с вами очень хорошо знаем, и те произведения, которые очень многим, я недавно читала лекцию и говорила, что я вам завидую, потому что вам предстоит познакомиться с теми произведениями, которые вы, может быть, еще не знаете. И вот этот вот, моя зависть была абсолютно искренне, потому что вот это ощущение открывания нечто нового, прекрасного нового, оно, конечно, очень заражает и заставляет себя все больше и больше и глубже и глубже узнавать творчество этого замечательного художника. Мне не хочется такой ликбез проводить и говорить, рассказывать о том, где родился, где жил, но понятно, что Александр Лобас, как я уже сказала, очень остро чувствовал 20 век, и сам об этом очень много писал, сам об этом очень много говорил. Он писал о том, что 20 век ему подходит, как никакой другой, он мечтает прожить весь 20 век до конца. Он был таким своего рода, можно сказать, пророком, потому что он обращается к космической теме, у него появляются в его творчестве космические сюжеты задолго до полета, первого полета человека в космос. Он невероятно остро передает эту скорость, которую... Теперь мы с вами воспринимаем скорость как нечто обыденное, для нас это вполне собой разумеющееся, метро, самолеты. Для нас самолет — это не чудо, а для Александра Лобаса это было чудо. Вообще все его творчество можно охарактеризовать как чудо. И вот этот восторг от его произведений и восторг, который он передавал в своих произведениях, мне кажется, в этом альбоме очень деликатно, очень тонко, очень изящно постарались соблюсти и передать, так, чтобы читатель, глядя в этот альбом, читая этот альбом, читая эту книгу, точно так же прочувствовал вот тот XX век, для нас теперь это уже прошлый век, так же почувствовал, как Александр Лобас. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Нелли огромное. И мы подходим с вами к второму нашему изданию. Но если книга об Александре Лобасе, в общем-то, издание предсказуемое. Был известный художник, жил, он был признан при жизни, его любили, у него проходило за последние годы очень много выставок. И было понятно и нам, нашей семье, что рано или поздно мы этот альбом выпустим, что он выйдет обязательно, все это дело времени. А вот второе наше издание, посвященное Раисе Идельсон, безмолвный поэт Раиса Идельсон, эта книга была неожиданна. Я думаю, даже для самого, в первую очередь для самого автора, она, конечно, не представляла, что когда-то ее стихи, ее поэзии, ее живописные работы будут опубликованы. Тем более, что они будут выставляться. Была выставка в 2016 году «Перекрестки судеб», где выставлялись ее картины. И, в общем-то, этой выставкой вдохновила идею создания книг, которая витала давно, но сделала, приблизила, сделала эту идею более реалистичной. И вторая история, это история все-таки женская. Это всегда более тонкая, тем более это смесь поэзии и искусства. И это книга, в которой не только стихи, и не только живописные работы. Там есть и дневники, там есть воспоминания, там есть нить. Через всю книгу идет нить истории самой Раисы Идельсон и связанной с ней людьми. Там есть воспоминания ее сына. Поэтому я думаю, что, прочитав ее, вы наверняка настолько окунетесь в этот мир искусства XX века, мир, который окружал ее, саму Раису Идельсон. Она была в самом его эпицентре, будучи ученицей Фалька. Это был ее первый муж. Потом, оставшись на всю жизнь, в центре Москвы вместе со своей сестрой Александрой Азар-Грановской, которая была актрисой и женой Алексея Грановского, основателя театра «Гассет». У них был своего рода такой литературный салон, художественный салон, куда когда-то давно пришла наша любимая Ада Беляева, которая нам сейчас расскажет про эту книгу. Ада Беляева – искусствовед, член Союза художников, составитель этой книги. И я думаю, что лучше ее никто не расскажет, потому что она на самом деле один из единственных людей, кто знал лично Раису Идельсон. И мы все можем только догадываться и составлять свое мнение, потому что я свою бабушку тоже, к сожалению, не застала. А вот Аде, можно сказать, повезло. И мы очень благодарны. Вместе с мамой, да. И мы на самом деле, я очень благодарна Аде, я очень благодарна маме еще раз, за то, что она, конечно, очень много сил приложила к этой книге. В этом зале находится Лиза Линайнма, которая непосредственно тоже участие принимала при составлении. И в Третьяковке работает Юлия Диденко, которая тоже поделилась с нами материалом и тоже советовала и помогала. К сожалению, с нами ее сегодня в зале нет. Но я ей тоже очень благодарна. Без их помощи это издание не вышло бы в свет. Адочка. Ну, собственно, Алиса уже вам все про книгу рассказала. Я могу только немножечко добавить кое-что. Дело в том, что вот сегодня мы как бы считаем, что мы уже хорошо знаем историю русского авангарда. Ну, на самом деле это далеко не так. Потому что в истории авангарда по-прежнему огромное количество белых пятен. И очень много нераскрытых и неизвестных имен. Слышите? Очень много... Чуть-чуть ближе. Очень много нераскрытых и неизвестных имен. Причем этих имен в нем, в этой истории гораздо больше, чем изученных. И, конечно, все прекрасно знают имена Малевича, Кандинского, Фагала. Но вот имя такой замечательной художницы и поэтессы, как Раиса Вениаминна и Дельсона, оно как бы до последнего времени было совершенно неизвестно. И вот только благодаря действительно вот этой вот выставке, которая состоялась в 2016 году, и благодаря вот этому, вот этому замечательному изданию, как-то мы смогли вернуть, вернуть ее в этот круг русского авангарда. Между тем, она принадлежала, всю свою жизнь она именно принадлежала этому кругу. В 22-м году, например, она участвовала в самой известной, в самой знаменитой выставке. Это была первая русская художественная выставка, которая состоялась в Берлине в 1922 году в галерее Ван Димина. Эта галерея тоже была очень известная. И в этой галерее работы Раиса и Дельсон были, висели рядом с Татлиным, с Родченко, со Степановой, с Эль-Лисицким. Раиса и Дельсон училась у Роберта Фалька, ну, которого вы все уже, это имя уже у всех на слуху. Было время, конечно, когда он был совершенно неизвестен. После его возвращения из Парижа в канун 1938 года мало кто его знал, его тогда не выставляли, но благодаря Никите Сергеевичу Хрущеву и скандалу, который произошел в Манеже в 1962 году, его имя стало просто хрестоматильным. его знают все. Поэтому я особенно о нем рассказывать не буду, но в книге много, много внимания уделено ему и его взаимоотношениям с Раисой Вениаминой. В частности, там опубликовано очень много, впервые опубликовано очень много совершенно неизвестных писем, которые Фальк на протяжении всего того периода, что он находился в Париже, он писал Раисе Вениамине, а она находилась в это время в Москве. В начале 1920-х годов Раиса Эдельсон и Роберт Фальк, они стали мужем и женой. Она была не только женой, она была его помощницей все это время. и их творческий союз на самом деле был исключительно плодотворным не только для нее, но и для Фалька. И он стал настоящим взлетом для Фалька. Портеты Раисы Эдельсон, которые он выполнен в этот период, они сегодня находятся в самых крупных музеях. В Третьяковке, в Русском музее, в Ереване, ну и в других, естественно. Как уже Алиса упомянула, они жили в знаменитом доме в Хутемасо на Мясницкой 21, где были мастерские художников. Причем все имена этих художников сегодня уже вошли в антологии и во все энциклопедии. Их друзьями и соседями были Родченко, Степанова, Татлин, Петр Митурич, Давид Штеренберг. Ну, имена достаточно известны всем. И это был тот круг, в котором они вращались и в то же время, который они формировали. Кроме того, Раиса вместе с близкими ей по духу коллегами разрабатывала тему искусства в массы. Она публиковала статьи «Каким должен быть театр и искусство будущего? Она была очень большим энтузиастом, организовывала выставки. Вообще, я бы сказала, что вокруг нее были люди, которые все были мечтателями и романтиками. И они были просто нерасторжимо связаны со своим временем, безусловно. в тот же период Фальк начал работать для театра. Дело в том, что старшая сестра Раисы Вениаминны Александра была замужем за очень известным тогда режиссером Александром Грановским. И он пригласил Фалька оформлять спектакль «Ночь на старом рынке». Для Фалька это был совершенно новый опыт. Он никогда раньше в театре не работал и даже не предполагал, что он будет работать в театре. У него были совершенно другие творческие планы. Но Раиса его уговорила. И она очень помогала Фальку с оформлением этого спектакля. И спектакль стал одним из самых успешных и востребованных. Когда театр Грановского, это был еврейский театр Гассет, уехал на гастроли в Европу в 1927-1928 году, они гастролировали по всей Европе. Они посетили Австрию, Германию, Францию. И везде спектакли пользовались грандиозным успехом. И все отмечали именно оформление, которое осуществил Фальк. Значит, вот в двух постановках «Ночь на Ставром рынке» и «Путешествие Вениамина III». В двадцать восьмом году Фальк получил творческую командировку в Париж. И Раиса уехала вместе с ним в Париж. Она свободно владела тремя языками. Она говорила по-немецки, по-французски, по-английски и очень помогала ему. Так, например, в двадцать девятом году она помогла ему организовать выставку в очень известной галерее ЗАГ. То есть это очень было существенно для Фалька. Он, собственно, во Франции уже был никому неизвестный художник. Первое время его это как-то даже удивляло, что он такой известный художник в Советской России, профессор в Хутемаса и не пользуется никаким, что его работы не пользуются большим спросом в Париже. Ну, потом после выставки он уже познакомился с Маршаном и работы его имели некоторый успех. О нем писали, отзывы прессы были очень положительными. Ну, к сожалению, через год в двадцать девятом году обстоятельства сложились таким образом, что Раисе Вениамин не пришлось вернуться в Россию. она вернулась в июле двадцать девятого года, и она столкнулась с тем, что страна, которую она покинула год назад, совершенно изменилась. В советской России наступила эпоха великого перелома. В искусстве тоже изменилось очень многое. Началась эпоха соцреализма и гонений на авангардистов. Их обвиняли в безыдейности, формализме. И естественно, что Раису совершенно не выставляли, потому что она не была членом союза художников, она не принадлежала к официальному тренду, который главенствовал в искусстве, она не принадлежала к Ахру. В 1932 году Раиса стала женой художника Александра Лабаса, но об этом тоже уже было сказано, который был одним из учредителей ОСТА. Это общество художников-станковистов. Его соратниками были Штеренберг, Дейнека, Пименов, Вильямс, Тишлер. В 1933 году в семье Лабасов родился сын Юлия Александрович Лабас, будущий ученый, биолог. Я бы хотела сказать о нем несколько слов. Он был человеком широчайшего ума и необычайной эрудиции. Он объездил всю страну. Он работал на Белом море, на крайнем севере, в пустыне. Был автором более двухсот научных трудов. И вот замечательные книги воспоминаний «Когда я был большой», которая пользуется сейчас невероятным успехом, ее практически невозможно купить. Ну вот против Лабаса, поскольку он был членом общества ОСТ, тоже начались гонения. В 32-м году, когда был образован Ахар, общество художников-станковистов прекратило свое существование. И через некоторое время Лабаса тоже обвинили в формализме. Ну, в то время, как вы понимаете, это было равносильно приговору. Музеи перестали приобретать его работы, у него не было официальных заказов, картины не принимали на выставке, так что в общем жизни у них была очень трудная. Это все в общем описано достаточно подробно в этой книге, в которой впервые публикуются архивные документы, письма, очень много интересных фотографий. Я бы как бы всем рекомендовала ее приобрести. Раиса, конечно, очень переживала, но ее спасали стихи. которые она писала всю жизнь. Причем про это никто не знал, практически никто не знал. Только самые близкие знали о том, что она пишет стихи. Ну, вот сегодня благодаря этой книге впервые появилась возможность прочесть эти стихи. Фальк вернулся в Москву в конце 1937 года. И в течение всех этих 10 лет, что он находился в Париже, почти 10 лет, они переписывались. Отрывки из этих писем тоже включены в книгу. Вот я как один из авторов, составитель этой книги, повторно рекомендую вам познакомиться с ней. Загадаю за внимание. На этом мы, наверное, закончим. Я бы хотела единственное привести одно четверостише Раисы Дельсон. Много стихов читать не хочется, потому что я думаю, что каждый из вас возьмет эту книгу, полистает, найдет что-то для себя интересное. Она писала стихи 7 лет. И вот если вы прочитаете ее первое стихотворение, написанное в 7 лет, вы поймете, Тада правильно сказала, что она говорила на трех языках, она говорила на них с детства, их воспитывали, у нее мама была немка, и она говорила свободно на трех, ну, соответственно, еще на русском четвертый язык. Вы поймете, насколько богатый словарный запас был у этого семилетнего ребенка. И она всю жизнь, Раиса Дельсон, находилась на балансе между живописью, между художественным изобразительным искусством и между словом, которое она писала, писала стихи, писала их в стол, потом они находились после ее смерти на отрывках, на салфетках, на тетрадях, и слава богу, надо отдать должное еще вспомнить, конечно, Ангелину Васильевну, которая после смерти Раисы Дельсон все-таки своей такой железной рукой, потому что после того, как Раиса Дельсон ушла, осталась Александра Вениаминна, но Александра Вениаминна, как актриса, человек более легкий, считала, в общем-то, что неизвестно, нужно это сохранять, не нужно, нужно ли это будет кому-то, Ангелина Васильевна, которая была вдовой Фалька и привыкла сохранять все, сказала, нужно, нашла студентов, заставила их все это переписать, перепечатать, так что ее вклад в этом тоже есть, и Раиса Дельсон была человеком очень тонким и чутким, и вы поймете это в ее стихах, а я приведу вам просто одно четверостишее, которое она написала, которое, в общем-то, актуально, наверное, всегда, вообще, вы много параллелей найдете, прошло сто лет, но множество параллелей, я думаю, вы найдете сегодняшним днем, и она писала, что народов злых и добрых нет, как нет графических делений, национальность это цвет, а цвет подвержен цвета тени. Спасибо, спасибо, что пришли. Спасибо.